Кожа Самый большой орган человека, и не только, кожа. Она покрывает наш организм снаружи, а значит находится на границе между внутренней и внешней средой. Кожа слоистый орган и состоит из эпидермиса и дермы. Лежит на подкожно-жировой клетчатке, гиподерми, с помощью которой прикрепляется к подлежащим тканям. Гиподерма богата белой жировой тканью. Так как кожа покрывает организм, основная ее функция – барьерно-защитная, то есть защита от микроорганизмов, слабых растворов кислот и щелочей, ультрафиолета. Остальные функции сопутствующие. Кожа участвует в терморегуляции, осуществляет секреторную функцию, депонирует кровь, в ней находится большое количество рецепторов, тактильных болевых барорецепторов. Кожа выделяет две разновидности – толстую и тонкую. В данном видео речь пойдет о толстой коже, покрывающей ладонные поверхности кисти и руки и подошвенной поверхности стоп. Толщина ее составляет до 5 мм, а из производных кожи присутствуют только потовые железы. Итак, срез толстой кожи. Два слоя – эпидермис и дерма. Между ними четкая граница. Начнем с наружного слоя кожи – эпидермиса. Он представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием. Подробное видео о данном эпителии есть в плейлисте «Первое итоговое занятие». Не забудьте повторить. В толстой коже эпидермис имеет 5 слоев – базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. Все слои имеют характерные отличительные признаки. Базальный слой. Представлен одним слоем базофильно окрашенных клеток. На границе с сосочковым слоем дермы. Повторяет рельеф сосочкового слоя. Следующий – за базальным шиповатый слой. Состоит из клеток с бледно окрашенной цитоплазмой и базофильно окрашенными ядрами. За шиповатым следует зернистый слой. 3-4 ряда клеток, в цитоплазме которых имеются базофильно окрашенные гранулы, зерна, кератогиалина. Далее – блестящий слой. Получивший название за свою более яркую окраску по сравнению с соседними слоями – зернистым и роговым. И наружный слой роговой. Состоит из роговых чешуек или корнеоцитов, которые клетками уже не являются, а являются постклеточными структурами и лежат в толстой коже в 15-20 слоев. Клеточный состав эпидермиса приходится в основном на различные формы диферонокератиноцитов. Кроме кератиноцитов присутствуют меланоциты в базальном слое. Клетки лангерганса в базальном и шиповатом слоях – это клетки макрофагического ряда. Клетки меркеля – это тактильные рецепторы. Располагаются также в базальном слое, особенно много их в кончиках пальцев. Дерма состоит из двух слоев – сосочкового – из рыхлой волокнистой соединительной ткани и сетчатого – из плотной неоформленной соединительной ткани. Сосочковый слой вдается глубокими сосочками в эпидермис, что значительно увеличивает площадь базального слоя, который является комбиальным для эпидермиса. Кучки коллагеновых волокон плотной неоформленной соединительной ткани окрашиваются оксифильно и идут в разных направлениях, образуя трехмерную сеть, за что слой и получил свое название. Расшепочки волокон видны при окрашивании специальными методами окраски по выявлению коллагена. Метод Малорий, например. В дерме различают потовые железы, цельца фатера почини. Потовые железы относятся к трубчатым, простым, неразветвленным. Это значит, что концевой отдел имеет форму трубки. В выводной проток открывается один концевой отдел. То есть концевые отделы неразветвленные и выводной проток тоже не ветвится. Потовые железы представляют собой многократно извитые трубки, свернутые в клубочки. Их концевые отделы залегают на границе с подкожной жировой клетчаткой, гиподермой. И в самой жировой клетчатке. Все потовые железы толстой кожи секретируют по мирокриновому типу. Выводные протоки проходят дерму и эпидермис. Если на препарате видны вот такие дорожки, проходящие через роговой слой, знайте, что это выводные протоки потовых желез. Ну и на препарате может присутствовать фрагмент гиподермис, состоящий из белой жировой ткани. Думаю, вы уже знаете крупные округлые клетки, адипоциты. Итак, коротко о препарате. Эпидермис. Дерма. Гиподерма. Эпидермис. Многослойный плоский роговевающий эпители. 5 слоев. Базальный. Шиповатый. Зернистый. Блестящий. Роговой. Дерма. Два слоя. Сосочковый. Из рыхлой волокнистой соединительной ткани. И сетчатый. Из плотной неоформленной соединительной ткани. Потовые железы. Их концевые отделы. И выводные протоки. Конечно же, не забываем про кровеносные сосуды. Не забываем про кровотечение. Продолжение следует...